Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня мы поговорим об уходе за летней малиной. Итак, приступим. Январь, февраль и март месяц. Как правило, у нас холодные месяцы. В этот период мы работы в саду практически никакие не выполняем. Приступаем к работе в конце марта и начале апреля. В зависимости от погодных условий. Как правило, в начале апреля на малиннике уже появляется работа. В первую очередь мы приступаем к обрезке, если не выполнили ее осенью. Удаляем все слабые побеги, сломанные побеги, побеги, которые повреждены вредителями малиновой галицей, например. Их все удаляем. Второй важный момент – это обрезка верхушек побегов. Конечно, можно обрезать побеги и осенью. Однако весной такую процедуру делать предпочтительней. Почему? Потому что весной видно те побеги, которые подмерзли. И мы удаляем вот эту засохшую, подмерзшую часть побега, верхушку. Укорачиваем побеги примерно на 20-30 сантиметров. Это дает дополнительное кущение. То есть малина выпускает боковые ответвления. И соответственно у нас будет лучший урожай. В отличие от клубники, летнюю малину я подкармливаю только органикой. И делаю одну подкормку в осенний период. Другие минеральные удобрения я практически не применяю. Лишь органику и золу. Но весной, если вы вносили малое количество таких удобрений, нужно провести подкормку азотными удобрениями. Можно использовать аммиачную селитру, либо карбамид, мочевину. Но предпочтительнее, конечно, аммиачную селитру. Потому что в начале апреля еще может быть достаточно холодная погода. И азот будет плохо усваиваться. Вот если мы подкармливаем аммиачной селитрой, то такая подкормка будет более эффективной, чем подкормка мочевиной. На метр квадратный потребуется примерно 30-40 грамм аммиачной селитры. Делаем такую подкормку, заделаем удобрение в почву. А можем приготовить раствор. Данное количество разводим с водой и проливаем подкус растения. Так питательные вещества быстрее поступят и растение начнет активную вегетацию. Также в апреле до распускания почек необходимо провести обработку от болезней. Я использую 3% бордотскую жидкость. Данным раствором обрабатываю малинник. Но нужно понимать, что такую процедуру именно нужно сделать до распускания почек, чтобы почки не пострадали, не подгорели. Если вы не успеваете произвести такую обработку ранней весной, то после распускания почек, уже когда появляются листочки, можно провести обработку 1% раствором бордосской жидкости. Заканчивается апрель и наступает месяц май. Но опять же, мы ориентируемся всегда не только по месяцам, а в зависимости еще от погодных, от климатических условий, в какой фазе находятся растения. И вот в мае начинается активная вегетация, и растения уже готовятся к цветению. А значит, малине требуется подкормка калийно-фосфорными удобрениями. Я использую обычную золу, так же, как и при подкормке клубники. Вот значит, 1 стакан золы, 1 стакан 9% уксуса и 10 литров воды. Готовится такой раствор зольный. Этим раствором я проливаю малинник. Примерно на метр квадратный понадобится 2-3 литра такого раствора. Можно, конечно, использовать и сухую золу. Примерно понадобится стакан 2. Просто посыпаем золу под кусты и заделаем в почву. Если у вас нет под рукой золы, то можно применять и минеральное удобрение. Понадобится 30 г калий-магнезии, либо другого калийного удобрения без хлорного на квадратный метр посадок, и 25 г суперфосфата. Удобрение вносим под кусты и так же заделаем в почву их. Наступает конец мая. Скоро будет цветение. Уже формируются бутончики. И в этот период нам нужно провести обработку малинника от вредителей. В первую очередь от малинового долгоносика, который объедает бутоны и может принести огромный урон урожаю. В этот период нежелательно использовать системные препараты, так как они накапливаются в тканях растений и в ягодах. Нужно применять биологические препараты, либо контактные препараты, которые не накапливаются в растениях. Я использую биопрепарат битокзипоцелин. Данный препарат разбавляю с водой, готовлю рабочий раствор и им обрабатываю насаждение малины. Мне очень нравится, препарат эффективен и помогает в борьбе с многими вредителями. Наступает июнь месяц. Малина цветет, завязывает ягоды. В этот период важный момент – это полив. В обязательном порядке поливайте малину, если на улице стоит засуха, ведь от этого зависит будущий урожай. Также в этот период малине нужны подкормки, удаление сорняков и, конечно же, нужно следить за корневой порослью. Малина дает много порослей, которая забирает много питания у кустов. Нужно нормировать количество побегов, то есть лишнюю поросель, лишние побеги, все это удалять, чтобы получить хороший урожай. Заканчивается июнь месяц, начинается июль месяц, начинается пора плодоношения. В этот период мы не проводим никаких обработок, никаких подкормок для малины, лишь обеспечиваем полив, подвязку, если побеги списает под нагрузкой урожаем, ну и, конечно, сбор урожая. Соответственно, малина активно плодоносит. Наступает август месяц. В августе у нас на малиннике самые важные процедуры. Как только малина плодоносила, следует вырезать все старые отплодоносившие побеги, потому что они могут служить источником распространения заболеваний и вредителей на малиннике. Удаляем их в первую очередь. Второй момент. Нужно удалить все слабые, тонкие побеги, сломанные, которые загущают наши посадки малины. Мы также безжалостно удаляем, чтобы кусты были хорошо освещены солнцем. Еще один момент. Что на молодых побегах замещения нужно удалить нижние листья. Для чего делается эта процедура? Примерно на 40, а то и 50 сантиметров от земли срезаются все листья. Так как листьев нету, малина получает больше солнца, лучше проветривается, а значит снижается риск развития грибковых заболеваний и распространения многих опасных вредителей. После того, как мы навели порядок на малиннике, следует приступить к обработке от вредителей и болезней. В этот период уже можно применять системные препараты. Я использую препарат Актора от вредителей. Данным раствором данного препарата я проливаю почву под малинником. Данный препарат эффективно справляется с многими вредителями, например, с такими опасными, как малиновая галица. Поэтому всем рекомендую применять данный препарат. Второй момент. Нужно опять обработать малинник от заболеваний. Опять же, я применяю местодержащие препараты. Это может быть 1% бородовская жидкость, абигопик, холм и другие местодержащие препараты. В сентябре какие работы проводим? В сентябре, если не успели и в августе, проводим также обрезку, при необходимости прополку и насаждение новых плантаций, новых посадок малинника. Конец сентября это оптимальный период, чтобы уже высаживать малину. В октябре работ на малиннике немного, но есть одна очень важная процедура. Это мульчирование малинника органикой. Я вношу 2-3 10-литровых ведра на квадратный метр малинника мульчирую компостом, перепревшим почву. Компост в этой ситуации послужит питанием на следующий сезон, а также защитит корневую систему от промерзания. В ноябре месяце малинник уже готовится к зиме. В условиях Белоруссии летнюю малину не обязательно укрывать, но если вы живете в более северных регионах, где холодные, бесснежные зимы, малину летнюю нужно укрывать. Для этого растения нужно связать в пучки и максимально низко пригнуть к земле. Можно использовать также поверх укрытия белым спонбондом, чтобы защитить малину от замерзания, от подмерзания. Вот такими нехитрыми способами можно получить хорошие урожаи. Я ежегодно работаю по этой схеме ухода за малинником и всем рекомендую. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok